Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я помогу, но чтобы кому-то помочь, помогает только тем, кто идет, а тем, кто не идет, не помогает, согласитесь, правда? Помогает тем, кто работает, помогает в работе, а как просто помогает, а если кого-то тащат, это не значит помогать, его тащат, это другое, на буксире Так, что такое политика, как бы вы сказали? Вы тут в этом отношении не стесняйтесь, я уже объяснял и еще раз повторю С чем связана такая картина? Что самые известные категории, которые все слышат с детства, они везде есть, и по радио, и по телевидению И о них постоянно говорят и пишут Почему их не знают значения или точных определений? Вот Гегель этот вопрос специально рассматривал в науке логики, философски Почему? Потому что, говорит, кто будет, и они так давно известны всем, кто будет задумываться над тем, что и так уже давно известно То есть вот наиболее известные категории, это категории, которые не обдуманы А раз они не обдуманы, ну естественно, а что вы скажете, так сказать, вот там, вы говорите, а что вы меня спрашиваете? Что спросили? Я, говорит, студент института истории, а вы спрашиваете обо меня, политик А если я вас спрошу, что такое деньги, я хочу сказать, результат будет тот же самый Кто-то скажет, это же деньги, вы давно знаете? Известны вам деньги? Известны Что такое деньги? Кто скажет? Средства обмена А? Средства обмена Это правильно, но это не определение денег Это одна из функций денег У них много функций денег У них есть такие функции, как сокровища Средства платежа Мера стоимости Много всяких функций денег там, перечисленных А что такое деньги вообще? Если одно слово взять Деньги, одно слово Ну вот вы приветствуете, как молодежь сейчас говорит, короче Давайте короче Одно слово, можно сказать про деньги одно слово Кто скажет? Конкурс Можно я скажу? Товар Товар, деньги или нет? Какой? Особый Особый А в чем особенность? Да, универсальный Всеобщий эквивалент Вот товар-эквивалент Он остается товаром Сам по себе Но как товар-эквивалент Он обладает свойством всеобщей обмениваемости Каким свойством? Каким-то общественным? Или это свойство чисто Относящееся к его Материал, из которого состоят Из этого товара Нет, это общественное свойство То есть какие-то товары С удовольствием принимаются И отдаются легко Почему? Потому что вот по порядку таких своих потребительских качеств А вот А это что? Говорите, говорите Это вы не первый раз Вы не будете говорить Как некоторые преступники Первый раз вижу Купюра А? Купюра Что? Ну купюра Ну что купюра А вы читать умеете? Уметь Почитайте Почитайте У вас есть 100 рублей? Нет, тут написано что это такое Это 100 рублей это и номинал А что это? Тут написано сверху Вот видите надпись? Это вы сейчас не видите А на билет он Вот такое бы мне зрение Билет Короче, что это? Билет Билет А вы купюру Билет это И для чего этот нужен билет? Так это деньги или билет? Это деньги или нет? Как это? Когда? Ну и только что мы с вами выяснили Деньги это товар Что это товар что ли? Да вы что? Ну его можно купить А? Что что? Ну если мы будем менять Вот вы можете на него На этот самый билет Поменять что? Этот билет поменять на что? На реальные деньги На деньги А это? Ну вам написано же билет А вы хотите Как эти билеты Выдать за деньги? Это билет Это заместитель Это представитель Вы Путин и Лавров Не спутаете? Нет? Вот Путин президент Лавров Министр странных дел Вы что? Лавров президент что ли? А это вот бумажка Это бумага Вот напечатать Думаете что вот Разница большая 5 тысяч напечатать Или 100 рублей Примерно то же самое Затраты те же самые Но если 5 тысяч Это вы будете менять 5 Вот он Вот эта бумажка должна ходить Зачем подвергать Этим невзгодам И старению И порче Скажем Деньги Вы можете пойти И поменять его на золотую монету Вот сейчас Московский завод Который у нас Выпускает деньги Выпускает монету 20 тысяч рублей 20 тысяч рублей Это будет килограммчик С небольшим золотом Их будет немного Этих монет Штук 50 На Чеканину Это деньги То есть будут деньги А это вот Вы можете собрать В этих бумажках Пойти и купить Вот есть памятные монеты Золотые Пожалуйста Если у вас Если вы будете Стипендию Со всех студентов За все годы Соберете Слиток можете купить Приобрести То есть поменять бумажки На слиток А это будет Тот слиток Золотой Это будут деньги Вот это будут деньги И потом кидается Эти старые И печатает новые Вот проблема Напечатать Сколько выкинули Столько Напечатали Но это не деньги Да разве это деньги? Но это Иллюстрация к тому Что Известно Еще не есть Это уходное А мы Что хотим узнать? Политика Что такое? Тоже Известная категория Что такое Политика Еще раз Это я вам Время дал Для того Чтобы подготовились Что такое Политика? Ну Какие у вас Есть Соображения Догадки Гипотезы Представления Проекции Предположения Ну Как-то Не может быть Чтобы Сообщак Человеку Ничего не было В голове Что-то У него Есть Или Вы Как знаете Закоренелые Присутки Первый раз Слыш Но Так уж Не получится Потому что Не первый раз Выслыш Что такое Политика? Ну Хорошо Давайте Опрашивать Будем Людей Вот Наверное Вы знаете Что такое Политика Правда? О Давайте Нам интересно А ведь Есть люди Которые Знают Давай Ну Как Объяснить Это Ну Вот Весь И тут Опять Гегель Все время Он Мешается Гегель Гегель Говорит Так Понять Значит Выразить В понятиях Если Вы В понятиях Не можете Выразить То Не можете Передать Вот Ни 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 Правда? Поэтому Должно Быть Какое Понимание Понимание Такое Что Вот Мы Можете Сформулировать Что Это Такое А Если Не Получается То Ведь Что Вы Выпускник Университета Это Человек Который Знание Понесет Другим Людям Менее Грамотно Вы Из Санкт-Петербургского Государственного Университета Нас Всех Уважают Вы Только Скажешь Что Я Профессор Санкт-Петербургского Какого Какого Университета А Санкт-Петербургского Большого У нас Все университеты Был один Раньше Я Был один В Ленинградском В одном А теперь У нас В этих университетах Все университеты А почему А потому Что придумали Зарплату Значит Ранжировать То есть Все вузы Распределили Так Что Были университеты Высший уровень Потом Идут Академии А за ними Идут Институты И тогда Все институты В академии Стали Перименовывать Академии В университеты Допустим Был институт Холодильной промышленности Хороший институт Раз Вел в академию Холода Академию Жары Так и не Придумал никто Не было Такого Академии Соответственно Вот Например Лесотехническая Академия Она теперь Университет Санкт-Петербургский Государственный Лесотехнический Университет Имени Сергея Мироновича Кирова Зарплата Университетская А если академическая Зарплата Она ниже А в институте И совсем мало Поэтому Какие-то институты Норовят тоже Превратиться В университеты А какой там Они как раз Узко специализированные Как ничего там Никакого универсализма Нету Ну вот Теряется Это дело Короче говоря Задача у нас Выразить в понятиях Обязательно Почему Вот Чтобы Человек Который скажет Вы говорите Вы не знаете Что такое политика А кто вас считал Попов Ну и ясное дело Ничему не мог вас научить Да и про вас Ничего плохого Не скажут Про меня скажут Кто у вас преподаватель Ну понятно Ну понятно Небось Проболтал что-нибудь Да и ушел И так вы и не знаете Что такое политика И ничего себе Такую крупную категорию И кто не знает Политику не знает Деньги не знает Но деньги разобрали Так у вас какое предположение Что такое политика Какие там мысли есть По поводу политики Что такое политика Это у вас политика такая Улыбаться Когда я спрашиваю Дескать Я вам не отказываю В ответе Но и Мы лучше помолчим Это фигура умолчания Политический жест Такой А у вас какая политика Отношение Ответа на вопросы Вы что сформулируете Ну сложно сказать Что там Такое Вынести понятие Что это Можно сказать Что это сфера Государства Сфера То есть круг такой Шар Шар А Государственная деятельность Государственная деятельность А то если я вот Негосударственная служащая Я не могу политикой заниматься У меня нет государственной Я не служащий Хотя я в государственном университете Деятельность даже моя Государственная В каком-то смысле Если я преподаю В государственном университете вот сфера целая ну насчет сферы я за не замахиваюсь конечно что тут ряд ли сфере а вот угнетенный класс он ведет свою политику эксплуатируем и чем в сфере государства да не проходит не проходит ваш этот номер не проходит значит я хочу вам сказать что вот если бы нашей категории с вами базировалась запоминание их понимание на просто на то что вот сказали и запомнили но по принципу открыл что написано словаре и запомнил то это не не может удержаться долго в голове и я думаю что память наша замечательно устроена она это выбрасывает поэтому мы не можем вот слова у вас правильная попытка была с чем-то связать с тем что уже известно стало что государство зачем занимать государство это орудие в чем в чем это орудие орудие чего на управление это казенщина правление для того чтобы управлением заниматься нужно руль они государства можно круглый можно как у самоката руль это будет управление правильно а зачем государство для этого для такой простой вещи как управление управление это ерунда мы с вами рассматривали класса информация не случайно и государство появляется не случайно это что государство самоцель и это орудие чего кого инструмент чей класса какого они этот ниже сидящий ниже стоящий класс борется с вышесидящим за что он борется чтобы отобрать это орудие орудие борется или нет ну как а в чем состоят революции мы революции с вами проходили что один класс ниже располагающийся подчиненный борется с классом господствующим а господствующий класс борется с классом подчиненным вот у господствующего класс есть такое оружие или орудие инструмент с помощью которого он удерживает свое господство да это государство а у того класса который с ним борется нету такого инструмента и что он хочет сделать он хочет того инструмент получить а зачем он хочет такой инструмент получить чтобы подавить тот класс который был до сих пор господствующим не так ли а в чем состоит вообще говоря революцию мы же революцию с вами рассматривали то есть мы не можем взять эту вот политику прицепить неизвестно к чему чтобы она нас болталась в голове так сказать это пустоте и тогда это невозможно запомнить ничего нельзя вывести а если мы ее рассматриваем как то что связано с классовой борьбой а политика не если классу и не если она классовая борьба политик как вы считаете только классовую борьбу может рассматривать очень широко можно более узко рассматривать вот это классовая борьба за завоевание удержание и осуществление государственной власти вот что такое политик политика это классовая борьба классовая борьба за завоевание удержание и осуществление государственной власти нет таких классов которые бы не вороли за свои интересы правильно и а определение у нас этой политики она относится к классу борьбе а в классу борьбе две стороны а определение одно почему а потому что в политики сталкивается интересы противоположных классов правильно в политике если вы не сталкивается просто управление и никто не противодействует вашему управлению то вы и начинаете вправо поворачивать руль а я схватил и лел поворачивать вот это вот борьба за тоже куда повернуть так сказать руль с жизни страны это уже совсем другое дело чем просто управление вы так правление все представляете к sottoер форм сижу и управляю, так я-то управляю, а те то песок насыпят мне, то тормоза подпилят, то еще что-нибудь сделают те люди, которые не согласны с таким управлением. Поэтому политика определяется сразу для всей вот этой борьбы классовой за завоевание, удержание и осуществление государственной власти, но для класса господствующего первая задача завоевания решена, его дело две задачи решать, удерживать эту власть, вот скоро выборы будут, вот скоро будут выборы президента, что нужно сделать? Избрать президента на новый срок, так? А задача на сейчас правящий класс или нет? Ну вот, а что, так сказать, противники думают? Разные бывают противники. Противники данного президента хотят другого президента, они хотят искривить, допустим, политику этого класса и сделать ее другой, но не противоположной. Вот, скажем, вся эта группа, типа там, скажем, Немцова, Навального, того же Явлинского, они что, хотят сделать государство другого класса? Нет. Они хотят вернуться к 90-ым годам, лихим, когда вот была эта приватизация, когда разрушалась промышленность, и когда у нас в каждом министерстве сидели американские инструкторы. В чем мы знаем про того же самого, вот некоторые все печалятся по Немцову? Мы тоже печалимся по Убиенному, это понятно, так сказать, мы, так сказать, народ некровожадный, но надо понимать, что речь идет тут, если речь идет о политических фигурах, то каждая политическая фигура имеет свою окраску политическую. Какова роль Немцова в нашей политике? Он уничтожал отечественную промышленность, а какие-то люди нашлись, которые с ним что-то не поделили, поскольку он находится в сфере дележа денег постоянно, как, например, Галина Старовойтова, когда у него в сумочке 800 тысяч нашли, только так, на карманные расходы, и она чуть ли не 800 фирм имела. Что удивительно в том, что кто-то, они там решали и так рассказывали, что будто кто-то с ней там воюет. Там никакой политики не было, потому что там была одна коммерция. Если вы меня убьете, вы мои деньги заберете, если я вас убью, я ваши деньги заберу. Где тут политика? Тут нет политики. Разве раз мало убийств, которые рассказывают, что они прямо по политическим мотивам, а потом выясняется. Деньги делили. Кто-то кому-то что-то недоплатил, или кто-то узнал, что у него денег много, пойти и забрать. Вот на нас с вами почему они нападают? А что на вас нападать? Что с вас возьмешь? Вдруг напали бандиты и ограбили студентку. Смешно даже такое читать. Как можно ее ограбить? Ну напасть можно, но ограбить как его можно? Я не понимаю. Это вообще исключено. Или вот на вас напали грабители. Они как увидят вас? Тьфу! Отворачиваются студенты. Что с него возьмешь? Ничего не возьмешь. Что они, неграмотные что ли совсем? Кто они? Не знает, какая у вас стипендия? Какой грабеж может быть? А если они видят, как вот современный грабитель подходит? Он идет. Вот, скажем, он видит мою квартиру. Она на первом этаже. Решеток нет. Решеток нет – это первый приз. Нечего даже туда и заглядывать. Все. Это лодки. Потом двери подходят картонные. Ха! Что может быть за картонные двери? Туда идти, туда. Это время терять. А время – деньги? Что там еще? Какие брезги? Так, а тарелки нет. Но если у человека нет даже антенны этой тарелки космической. Ну чего тут надо? Да не надо в это лезть. Первым делом надо смотреть, чтобы решетка была на окнах – раз. Чтобы сигнализация стояла – два. Чтобы тарелка стояла – три. Тогда надо сесть около двери. И утром, после как хозяин уйдет, останется дома жена. Жена потом пойдет выносить мусорное ведро. Как только она дверь откроет, так сразу ей дать в лоб и забрать все ценное, что есть, и уехать. И как потом напишут – собаки, значит, взяли след и довели его до нижнего этажа, а дальше след пропал. Ну понятно, что он пропал. Что сейчас собаками вы будете искать, когда вам сели люди на автомобиль, который давно там стоял, и уехали. Или другое делают. Идут, берут с кусачки. Первое, что делают – перекусывают провод, который обеспечивает вам связь с охранной организацией. Для начала. Потом открывают дверь. Как дверь открыть? Объясните. Ну, если кто-то воспользуется моим объяснением, я вас не призывал, а просто рассказывал, как бороться с этим. Зачем вам ключи? Болгарку люди покупают. Хорошую болгарку. Причем болгарка с аккумулятором. Так? Что надо крикнуть, если вы там идете? Там спасите – все сразу закроют двери. Плотно. Или что-нибудь еще. Помогите! Сразу еще кофты закроют. После этого болгарка. Вот там, где пальцы эти вот. Железные двери. Если не железные двери, не надо лезть в эту квартиру. Это пустое занятие. Вот, где железные двери обязательно там. Откусите эту охрану. Раз! И после этого заходят. То есть открыть квартиру при современной технике – ну, это смешно. Поэтому люди, которые делают железные двери – это чудаки, которые просто заработок дают тем, которые делают железные двери, решетки. Решетки – вообще это без разницы. Это чтобы вы не выскочили, когда на вас нападут бандиты. Потому что там решетка. Куда уденьтесь? Пожар. Сколько случаев было? Сгорали люди. Потому что надо вообще, чтобы открывались решетки, чтобы этот замок, который был прямо тут с ключом висел. У нас вот на капельре так точно висит. Очень хорошо, что в 15-й комнате, если что, раз у нас замочек открыли ключом. Не бывает такого, что, а если его просто закроют, и все, а если пожар, так и сгоришь. На Двинске так вот дом вспыхнул. И там банка, отделение было. Женщина металась с телефоном. Звонила, звонила, все заклинило. И так она и сгорела. А на решетке, а на окнах были решетки. Поэтому, если пришли на окнах решетки, и даже вы на первом этаже никуда ватник не тянетесь, если у вас решетки, это мне хорошо. Подумаешь, я тут пнул ногой свое стекло, да и выпрыгнул. А тут уже, если решетка. Поэтому у меня самое вот противобандитское, так сказать, оборудование. Полностью все оборудовано. Так, хорошо. Никто на меня не нападает. А вот рядом, вот у нас квартира на втором этаже, там решетки есть. Несколько раз уже ограбили. Они уже там и такие, и такие сделали всякие вещи. Не понимаешь, вы чем привлекаете это людей? Зачем их привлекать? Итак, что такое государство? Это, простите, что такое политика? Это, это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Вы смотрите, классовая борьба это как бы одно. Почему? Она и есть одна политика. Только разные в этой политике есть стороны. Есть политика, борьба-то одна, а в эту борьбу вступает две стороны. Это две стороны, две силы. Господствующий класс и класс подчиненный. А у подчиненного класса тройная задача. Ему нужно, а, установить свою власть, раз, и лишить власти класса господствующего. И тогда он, вот у нее появятся и две другие задачи. Удерживать эту власть и использовать своих интересов. Государство для того и нужно, чтобы им пользоваться. И сила принуждения тоже существует для того, чтобы пользоваться. Можно с помощью силы государства, например, ускорить социальное и экономическое развитие страны. Вот, допустим, у нас сейчас выводится, у нас есть, у нас сейчас низкие темпы экономического роста. Так? Какие? Ну, минус 0,2. Что нужно сделать, чтобы повысить темпы экономического роста? Вот у нас есть наше оборудование, машины, станки и так далее. Они все старые, в основном. А старые почему? Потому что не меняют их. А почему? А потому что существует вот такое понятие, которое еще Бургазия разработала. Амортизация, неумирание. Что надо регулярно менять часть оборудования на старое и на новое. Чтобы у вас не было, не старел вообще станочный парк, парк оборудования. Амортизация означает как раз неумирание. И вот этот самый цикл обновления должен быть, ну не более 10 лет. Почему? Потому что за 9 лет появляются уже новые машины, новых поколений. Поэтому надо, чтобы каждый год заменялось 10%. Вот первая задача, которую должно решить государство, у которого есть сейчас современное государство российское, у которого есть сила, это амортизация. Что нужно делать? Заменять десятую часть. То есть норма амортизации установлена такая, что десятая часть средств откладывается на приобретение нового оборудования. И это входит в издержки производства, в издержки, а не в прибыль. Поэтому вот сначала вы закладываете это. Вот десятая часть должна быть выделена и лежать на амортизационном счету. А сколько у нас, как вы думаете, оценка основных производственных фондов? 140 триллионов рублей в России. Значит 14 триллионов должно быть направлено. 14 триллионов. Каждый капиталист, любой маленький, большой, крупный, государственный предприятие, должны десятую часть, размер десятой части отправить в амортизационный фонд. И это не входит в прибыль. А это в издержки. А если вы сделаете амортизацию крошечную, из расчета 100 лет, то тогда это на самом деле будет перекачка вот этой амортизации в прибыль. А из прибыли куда? Прибыль куда уходит у нас? В офшоры. А потом Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич хотят из офшоров ее вернуть. А как ее оттуда вернешь-то? Рыба уплыла, и за хвост тащить эту рыбу очень тяжело. Поэтому особенно они не возвращаются оттуда. Например, наш Центробанк недавно похвалился своими успехами в деле борьбы с выведением денег из России. Всего за прошлый год нелегально выведено было всего 100 миллионов. Простите, 100 миллиардов рублей. Чуть не ошибся. И это, говорит, большой прогресс. Потому что за прошлый год 500 миллиардов рублей было выведено нелегально. Нелегально. А я уже не говорю о том, что вы будете легально. А это легально. То есть отправляет вот то, что должно быть в амортизационном счету. То отправляется в прибыль. А из прибыли она распухает, соответственно. Прибыль в офшоры. И все. И там покупаются острова. Потом создаются предприятия, которые якобы потом инвестируют в Россию с таким же успехом. Ну а сколько это? 14 триллионов. Когда вы слышите, что вот направили там столько-то из бюджета, туда-то, столько-то, туда-то, столько-то. Вы слышали такие цифры? 14 триллионов. Триллионов там и разговора нет. Гроши направляют на то, что нужно для развития нашей промышленности. А вот эти 14 триллионов вы не доположите, потому что это та часть, которая вообще не должна никуда уходить, которая должна сразу идти в производство снова. Но эти 14 триллионов, которые пойдут в производство, вы на них старье будете покупать, которое было 10 лет назад, или новые купите? Новые. Раз новые, то с помощью них вы повысите производительность труда. То есть путем замены равного на равное вы добьетесь роста производительности труда за счет лучшей технической оснащенности. У вас темпы экономического роста автоматом вырастут. Что об этом пишут, говорит там Министерство финансов или товарищ Орешкин, или Министерство экономического развития? Ничего. Они как бы не знали, как не знали политэкономию, так они и не знают. Или делают вид, что не знают и рассуждают о чем угодно, только не о том, что повышает темпы экономического роста. Второе. Если вы хотите повысить темпы экономического роста, что нужно часть прибыли направить на накопление. Категория накопления означает, что вот эта часть прибыли пойдет не на приобретение островов, яхт, домов, дворцов и прочее, золота и бриллиантов, а пойдет обратно в производство. В качестве еще дополнительных станков и дополнительных средств для дополнительной зарплаты дополнительным работникам. Но если будет больше работников и больше станков, то будет выпущено больше продукции. А это значит темпы роста вырастут, вот и все. То есть повышение темпов роста это не проблема. Государство может установить норму, например, такую, что для предприятий госсектора 80% должно направляться прибыли на увеличение темпов экономического роста. То есть накапливаться снова в производство. А для предприятий не государственных, которых 30% у нас, их 30% по выпуску имеется в виду. Для них, скажем, процентов 60, более льготные. Но никто их прав в собственности не затрагивает, они свое собственное производство должны расширять. В соответствии с чем? В соответствии с тем, что такое капитал. У нас же капитализм сейчас. А капитал это что такое? Что это такое? А Маркс это самовозрастающая стоимость. Не самовбывающая, не саморазрушающаяся, а самовозрастающая. Вот пожалуйста, идите на самовозрастающие. Вы же капиталист. А кто этого не делает, тот не капиталист. Гнать его из капиталистов надо. Прогонять. Не надо давать ему тут постись на нашей идее. То есть капиталистический класс должен свои интересы защищать. Для этого существует государство. Не используется это государство. А разговор разговаривается. Вот политика. Это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. А если новый класс придет, допустим, как пришел рабочий класс, и будет заниматься только удержанием чиновничьих мест, как это у нас было начиная с 60-х годов, то это политика, которая обрезалась на том, а где же осуществление государственной власти в интересах этого класса. Не было этого осуществления. Говорят, у нас развитой социализм. Дескать, ничего уже делать не надо. И так все уже развитое. А раз ничего не надо, а зарплату надо платить чиновнику. Доходы их повышать. И все затормозилось. Это называлось застой. А потом пошло движение вспять. Если политика не проводится, значит, другой класс начинает брать. И другой класс вернул себе власть. Не то, что там те же самые люди. Люди другие. А класс тот же буржуазии пришел и вернул себе власть. Мы находимся в капиталистическом государстве. Поэтому требования предъявляются, вот я скажу, предъявляю требования к капиталистическому классу по меркам этого класса. Так если вы капиталисты, так накапливаете свой капитал. А если вы его не накапливаете, а разбазариваете, тогда это вы не капиталисты. Тогда вы просто схватили куски, жирные куски общественной собственности и их проматываете. И изображаете себя капиталистов. Это совсем не то. Капиталисты это организаторы производства прежде всего. Правильно? Так. Ну вот при Ельцине был такой лозунг деполитизация. Что это такое? Это обман народа. Потому что, как может быть деполитизация, когда классы есть. Есть классы, есть классовая борьба. И классовая борьба есть и с одной стороны, и с другой стороны. С одной стороны, борьба за завоевание, а потом уже удержание и осуществление государственной власти. С другой стороны, не надо завоевывать, уже завоевано за удержание и осуществление. Идет эта классовая борьба. И никак не может быть никакой деполитизации. Это смешно. Точно так же люди очень наивные, которые думают, что армия есть, но она вне политики. Армия – самый главный инструмент осуществления политики. Правильно? Все силовые структуры это есть. У нас есть и система исполнения наказаний, и тюрьмы, и лагеря, и колонии. У нас имеется служба судебных приставов. Правильно? У нас есть и другие организации – КГБ, ФСБ, сейчас она называется. Так, Федеральная служба безопасности. И она отвечает и вообще за безопасность, и кроме того, в том числе и за охрану государственной границы. Федеральная служба безопасности. Так что, а есть политические деятели. Это какие? Кто является политическими? Это могут быть оппозиционные политические деятели, а могут быть политические деятели, которые представляют правящий класс. И те деятели, и эти деятели. Скажем, Ленин был долгое время оппозиционным, оппозиционным деятелем, потом стал председателем Совнаркома. Уж точно он не был с того времени оппозиционным, правильно? Сталин был тоже, так сказать, по ссылкам и по тюрьмам мыкался, пока он был оппозиционным деятелем. Но потом он стал председателем Совнаркома. Он сначала был дважды министром, он был народным комиссаром рабочей крестьянской инспекции и народным комиссаром по делам национальности. Он был политическим деятелем, поскольку в 1922 году на 11 съезде Ленин предложил его избрать генеральным секретарем. А Ленин генеральным секретарем не был, и первым не был. И тоже ничего страшного не произошло. Политическим деятелем можно быть и без того, чтобы у тебя был такой официальный пост. Если он был у него пост, член Центрального комитета, то его вполне хватало для того, чтобы руководить партией. И государством, фактически. А вот в правительстве он занимал руководящее место представительства Наркома. А кто у нас был глава государства первый? Не знаете? Каменев. Как только он потребовал однородного социалистического правительства, Ленин выступил за его смещение, его сразу сместили и назначили уже, по-моему, товарища Светлова. Так, ну вот, понятие политики разобрали мы с вами? Все, никакого секрета тут нету. Переходим еще к другому непонятному понятию. Идеология. А идеология-то что такое? Что такое идеология? Ну, вы это слово тоже все слышали? 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 Что такое идеология? Ну, значит, на основе того багажа, который у нас уже есть. Мы уже с вами курс такой большой довольно изучаем. У нас есть вся база для того, чтобы на этот вопрос очень быстро и кратко ответить. Во-первых, раз идет классовая борьба, то прежде чем каждый класс свои интересы должен осознать и выразить как систему идей. А идея отличается от других мыслей чем? Тем, что она отвечает на вопрос, что делать. Потому что, если я вам расскажу, что потолок белый – это идея? Нет. А что вот стены желтые? Это тоже не идея. Сегодня у нас среда – это идея? Нет. Надо закончить и уйти с нашей лекции – это уже идея. Правильно? Потому что можно пойти и без очереди пообедать в буфете – это идея. Что делать? Прекратить лекцию. Но вот это сталкивается с силой государства нашего и бизнеса. Поэтому мы, так сказать, эту идею у нас не противоречит интересам господствующего класса. Это не так-то просто их реализовать. Но некоторые борются с этим. И приходят там или что-то. Но ничего, они дойдут до экзамена и там они столкнутся с самим государством уже непосредственно. Ну, в моем лице. Чтобы оно не выглядело звериное такое лицо. Но поставить двойку, как говорится, государство меня уполномочило. Правильно? Причем, кто говорит, демократия, демократия. А я один буду ставить. Один. Если кто уповает на то, что потом будет какая-нибудь комиссия. Ну, в комиссии не ваши же друзья войдут, а мои друзья. И эти друзья, знаете, что скажут в комиссии? Они будут в комиссии принимать снова экзамены. И скажут, сделают вы, что Михаил Васильевич крайне либерал. Это такой безобразный ответ. Давно надо было выгнать этого человека с университета. И в адрес меня будет сделано представление, что надо потребовать от него более жестких позиций. Поэтому никаких иллюзий не может быть на этот счет. Мы сразу обнаруживаем, что под покровом всех разговоров о демократии скрывается диктатура класса. Диктатура. Ну, все такое диктатура. Это ничем не ограниченная власть. Так вот, каждый класс поэтому выражает то, что он собирается сделать в виде системы идей. Системы идей. Не просто всякие мысли, которые ни с чем не связаны. А поскольку это два противоположных класса, у них противоположные интересы. Поэтому и существует две идеологии всего. Идеология господствующего класса в классовом обществе. Пока классы еще остаются. И идеология подчиненного класса. Ну, вот скажем, в Советском Союзе существовало тоже две идеологии. Идеология рабочего класса, которая была официальной идеологией до 1961 года, по крайней мере. А противоположной идеологии у нас не было противоположного класса внутри страны. А окружал Советский Союз, окружались страны, в которых как раз господствует противоположный класс. Поэтому буржуазная идеология, она и проводилась, и извне, и изнутри. Поэтому противоположная идеология тоже присутствовала. В работе Ленина что делать, есть такое положение, что есть только пролетарская и буржуазная идеология. А третья идеология не выработала человечество. А как же мелкая буржуазия? Такая мелкая буржуазия представляет собой некое соединение того и другого. Они и трудящиеся, они и собственники, они и за буржуазию, они и за рабочий класс. Поэтому мировоззрение мелкой буржуазии это мешанина из идей рабочего класса и идей буржуазии. Мешанина. Никакой третьей идеологии, дескать, мелкобуржуазной нету. А вот мелкобуржуазные позиции есть. Я и за то, и за это, и могу сюда шарахнуться, и сюда могу шарахнуться. За это об этом вспомнить, об этом не забыть и так далее. Вот. То есть мы, если мы знаем, что такое политика, это классная борьба, то ясное дело, что и идеология, она обслуживает эту политику. И какая же может быть политика без идеологии, правильно? Без идеологии не может быть политики. Идеология соответствующего класса. Что должен делать? А для того, чтобы эту идеологию осуществлять и политику проводить, создается, каждый класс создает себе авангард. В чем задача этого авангарда? Для того, чтобы вырабатывать идеологию и проводить свою классовую политику. Авангард. Ну, буквальное слово авангард – это вообще впереди, да? Авангард. Аван – впереди. Гаат. Гаат – охрана. Передовой охрана. А есть Ария Гаат, который сзади идет. Тут однажды нас потребовали, чтобы мы не просто программу сделали по философии, а чтобы мы ее сделали по-новому. Чтобы там были вопросы и выбрать из трех правильный. И вот меня тоже вызвали, сказали, что надо сделать такой методический документ, чтобы студент был просто раз и выбрать из трех одно, пальчиком ткнуть и все. Я говорю, ну, это профанация. Ну, вот, требует. Ну, ладно. Ну, хоть вы, говорит, скажите студентам, вы им оценки хорошие поставите. Пусть они… И студенты сделали мне. Очень хорошие. Я поставил им оценки. Например, что такое партия? И там выбор такой. Авангард класса, ариегард класса, андеграунд класса. Выберите из трех нужный ответ. Ну, вот, партия – это не андеграунд класса, и не ориегард класса, а авангард класса. А если авангард класса, это не значит часть класса. Некоторые товарищи филологически трактуют понятие партии – бат, это же часть. Но вот никогда часть класса авангардом не будет. Почему? Потому что для того, чтобы быть авангардом, надо осознать, научно выяснить интересы этого класса. Это дело интеллигентов обязательно. Поэтому в этом авангарде всегда должны присутствовать люди науки. У каждого класса, как у его авангарда, есть, конечно, люди науки. Второе – нужно не просто выяснить. Если это выяснили, так это еще не политика. Надо внести сознание этих интересов в класс. То есть, вот, это называется пропаганда. Пропагандировать эти сознания интересов внести в класс – это вот задача авангарда. И это тоже, кто этим занимается? Ну, тоже в основном интеллигенты. Ну, и не только интеллигенты, но уже в этом участвуют и сами члены класса. И третья задача – организовать класс для борьбы за свои интересы. Это задача и интеллигентов, и тоже членов этого класса. Если интеллигенты не привлечены к этому делу, этот класс проиграет. Обязательно. А если и сами интеллигенты не найдутся, которые выражают интересы класса, тоже класс этот не выиграет. И вот такой авангард класса, который А научно выясняет, выявляет интересы класса Б, организует, вносит сознание этих интересов в класс ИГ, Организует борьбу за эти интересы и называется как? Как называется этот авангард? Я уже все сделал, осталось одно слово сказать. Это политическая партия. Партия. Как Маяковский писал по имени Владимира Решеньева. Мозг – класса. Сила класса, слава класса – вот что такое партия. «Партия – это кулак миллион напалый из голосов спрессованной, тихих и тонких. От него лопается укрепление врага, как от барабанного боя перепонки». Цитата из Маяковского. Единица – ноль. Один, даже очень важный, не поднимет и простое пятивершковое бревно. Не только что дом. Теэтажный. У Маяковского по имени Владимира Решеньева все эти категории разобраны. Можно спокойно их использовать. Он ведь про капитализм там все объясняет. Капитализм – молодые города. Был ничего деловой парнишка. Спора работал. Не боялся тогда, что у него от работы засолится манишка. А потом он обдрюзг и обдряб. И лег у истории на пути в мир, как в свою кровать. Его не объехать, не обойти. Единственный выход – взорвать. Город грабил, греб, гробастал, глыбил пузо-касс. А у станков худой и горбастый стал рабочий класс. И про кризисы там написано. Бухгалтер лысый черт пощелкал счетами, пухнул кризис и вывесло слово – расчет. Так что вот этот вот учебник, если вам нужен, краткий такой, гениальный, хороший, стихотворный. Берите поэму Владимира Ильича Ленина, там все есть. Владимир Владимирович Маяковский разобрался хорошо. Так. Ну вот мы знаем теперь, что такое партии. Политику ведут классы, эту борьбу свою ведут во главе со своими партиями. Ну вот определить характер партии можно как? По названию или по программе, или по характеру деятельности. Как вообще оценивать людей в политике – по делам или по словам? По делам. Даже вот в религиозных книгах в Писании написано – по делам их, знайте их, да? По словам, например, вот как называлась… Вот у большевиков как называлась партия? Социал-демократическая рабочая партия. Как-то так бледненько, да? А вот социалист-революционеры – ох, социалист-раз, революционеры – два. Ох, круто! Но одни сделали революцию, а другие так и ничем себя не зарекомендовали великим. Сейчас тоже есть СССР – справедливая Россия. Россия может единая, но не справедливая, а вторая справедливая, но не единая. Так, наверное, надо понимать. А еще есть ЛДПР у нас. Это вот если, значит, лидер ЛДПР, товарищ Жириновский, обратится в Японию, ему там деньги дадут. Почему? Потому что там ЛДПР – правящая партия. Название точно такое же, как у правящей партии в Японии. А это же вот ее клон здесь – ЛДПР. Либерально-демократическая. Либерально – это значит за свободу, а демократическая – значит за демократию партия. Вот те, кто за свободу и демократию, то идите в ЛДПР. А те, которые в Единой России и которые справедливые, они, видимо, против свободы и против демократии. А надо идти в ЛДПР. А все вместе три партии эти что составляют? А все вместе они составляют на самом деле авангард российской проразии политической. То есть такую партию трехглавую. Может же быть дракон трехглавый, правда? У нас в российской практике это всегда, у нас всегда были трехглавые драконы. А в Америке, видимо, драконы двухглавые. Они один сразу срубили одну голову. На что-то пустили ее, наверное, скальп сняли. Поэтому там вот или побеждает демократическая партия или республиканская. Вот сейчас пришел представитель республиканской партии. А какой класс представляет республиканская партия в Америке, в США? Какой? А на авангард какого класса? Буржуазии. А демократическая партия какого? Опять буржуазии. Ну там с разными отклонениями в какую-то сторону. Поэтому на самом деле две эти партии, они устроены как одна партия про Россию, которая задачу удержания власти очень хорошо решает. Вам надоело голосовать за демократов? Ну голосуйте за республиканцев. Потом надоело за республиканцев? Хотите перемен? Ну голосуйте за демократов. Вот и все. И проблема удержания власти решается очень хорошо. А у нас вот тройная такая схема в России предпринятая. Это в соответствии с российскими традициями. У нас в сказках у нас трехглавый дракон. Они будут двуглавые. Видели про двуглавого дракона? Я не слышал такой сказки. А про трехглавого дракона сказка была. Значит должно быть три такие партии. А это они обеспечивают руководящую роль класса буржуазии. Обеспечивают. Вы когда-нибудь видели какой-нибудь скандал при голосовании? Вот шуметь, например, шумятся. Например, если вы помните, товарищ Жириновский взял и из стакана плеснул в товарища Немцова. Да? А вот какая ответственность за то, что... Во-первых, они вообще безответственные. Там парламентская неприкосновенность. А тут я вот спрашивал, спрашивал, что такое партия. Смотрю, вы не отвечаете. Я взял стакан и вот... Вжих! И плеснул. Какая ответственность у меня? Вы написали заявление в милицию, нарушено, то все. Меня вызывает. Что такое? Что вы сделали? Я говорю, спрашивал его, что такое партия политическая. Смотрю, он так побренел, думаю, сейчас упадет и умрет. Вот у меня прямо на лекции я раз и кладу и спас. А-а-а. Да, хорошо. Давайте что-то написать. Какая ответственность? Да никакой. Поэтому этот вот цирк, который устраивает Жириновский, он всегда... Надо бы Зюганова расстрелять тут на месте. Народу. У-у-у, какая там борьба. А какая борьба? Да никакой. Потом они пойдут в буфет и вместе будут пить чай. Студентов, которые не будут знать, что такое политическая партия, будем расстреливать на месте. Шутка. Как мы можем трогать студентов? Это святое. Университет для студентов прежде всего. Не надо так шутить, не будем. Больше не будем. Мы же знаем, что политику знаем, политически грамотные, идеологии тоже знаем. Не будем. Так, вот мы уже знаем с вами идеологию. Еще есть нравственность, которую мы еще не знаем. Сейчас еще спрошу. А нравственность что такое? Ну, давайте сначала вопрос в принципе решим. Мы за нравственность или против нравственности? Ну, конечно, за. За. Хорошо. Видите, у нас уже достигнуто нравственное единство. Не только идеологическое, но и нравственное единство. Мы за нравственность. А что это такое? Может, это какая-то гадость? А вы уже меня увлекли. Где сказать? Мы за нравственность. А еще не знаем, что это такое. А что это такое? Может, мы вот вляпаемся с этим, с этой нравственностью? Сейчас же не поймешь. Вон ходят эти самые гомосексуалисты со знаменами причем. ЛГБТ. И думают, а это какое выступление? Это нравственное или политическое? Ну, если бы это было не политическое выступление, то мы бы не узнали, кто такие ЛГБТ. Ну, как я узнаю, кто принадлежит к ЛГБТ? Если он сам не скажет. Что, кто-то их где-то следил и камеры наставил, и в итоге определил, что это ЛГБТ? Нет? Они же сами. Если человек выходит и кричит, то он уже занимается политической деятельностью. Хотя бы кричит он вот это я. Допустим, если бы слепые или глухие вышли и под знаменами стали идти одноглазые, однорукие, одноногие с какими-то демонстрациями. Ну, есть они и однорукие, и одноглазые, но они не ходят обычно. А вот эти решили, значит, они флаг поднять, так сказать. С одной стороны, если они не выступают и не кричат, это деятельность безвредная, даже полезная для общества. Поскольку, значит, как известно, от однополых браков детей не рождаются, эта публика сама вымрет. В каком-нибудь, в следующем поколении уже, и все. Это последние люди этой ветви. Нет, они хотят распропагандировать, чтобы весь народ умер. А народ-то там на это дело так не реагирует. Так вот, что такое нравственность? Нравственность одна или две? В идеологии две мы нашли, да? А нравственность? Вот, сколько штук-то их? А чего вы сомневаетесь? Классов сколько у нас? Два, по примеру, противоположных. Вот, допустим, чужим трудом пользуются хорошо или плохо? Сложный вопрос. Какой сложный? Мне вашим трудом пользуются очень хорошо. У меня есть участок, поедете мне вскапывать картошку. Нет, какая вы безнравственная. Ужас. Ужас. А у вас, значит, противоположная нравственность. Что не надо пользоваться чужим трудом. Или вы хотите сказать, что я... Может, у нас одинаковая нравственность? Вы хотите меня пригласить к себе, чтобы я у вас скапывал? Тогда у нас одинаковая нравственность. Правильно? Что вообще пользоваться чужим трудом? Хорошо. Эксплуатация – это хорошо. Это вот нравственная позиция. Это не политическая позиция уже. Это хорошо или плохо? Почему? А вот сидит товарищ, он говорит, что вообще никаким чужим трудом пользуются неоплаченным, нехорошо. Это вот враждебная нам позиция, мы должны вместе бороться с вами, соединиться и бороться с ним. Потому что он на другой нравственной позиции стоит. Но как мы можем с ним бороться? Это же не... Нравственность – это уже взгляд на мир. Правильно? То есть это тоже норма поведения. Как? Что нравственно, что ненравственно. Это норма поведения. Правильно? Ну какая норма поведения? Которая защищается силой государства? Нет. Вот если вы право нарушили, ну дорогой товарищ, пойдете в тюрьму. А если вы нравственность нарушили, ну если это в правом соответствующее поведение не предусмотрено, ну никакую тюрьму вы не пойдете, просто это нехорошо. Чем защищаются нормы нравственности? Это нормы поведения людей, которые защищаются чем? Ну чем защищаются, подкрепляются? Как нравственные нормы? Они как-то поддерживаются или нет? Ничем не поддерживаются? Как вы думаете? Ну поддерживаются. А? Поддерживаются. Ну вот вы бы были руководителем страны, вы бы там и озаботились тем, что надо как-то нравственные нормы какие-то соблюдать, вот такие, чтобы на вас можно было работать, на меня нельзя. Как-то вы должны были это как-то. А как это вы делаете? Общественное путем общественного мнения. Вот общественное мнение, вот вы сделаете что-нибудь неправильное, все скажут, нехорошо она поступила, нехорошо, так не надо поступать. И все. И дальше какие последствия? А никаких. Какие еще последствия? Ну общественное мнение, это же не государство, это же не право. Вот если вы право нарушили, там идет оранжироваться, значит, есть административный кодекс или кодекс об административных правонарушениях, когда-то вы мало на счету сделали. И тогда вами заниматься будут не следователи, а дознаватели. Очень хорошее такое понятие, дознаватель. То ли он еще до всякого знания, он еще ничего не знает, уже хочет вас наказать, но не сильно. Или он уже все знает про вас, но немножко-немножко надо дознать, он поэтому дознаватель. Он дознает еще кое-что про вас, и тогда сильнее вас наказывает. Но все равно не сильно наказывает. А уж если сильно, тогда это, если предполагается лишение свободы, это уже занимаются следователи. Они уже исследуют, что вы там натворили такое, и тогда это называется следствие, а не дознание. Чувствуете разницу? А нравственность, ну как, ну так нехорошо делать. Плохо учиться нехорошо, надо учиться хорошо. Все могу вам сказать. Никаких у меня мер, ну оценки я могу, конечно, ставить, без всякой нравственности. Так вот, поставить и все. Но могу при этом и сказать. Ну, в общем, это вам можете слушать, можете не слушать. Они же ничего не означают, что я скажу. Ну, вы скажете, ну поставили у меня трояк, поставили и поставили. Что вы мне рассказываете, что это нехорошо? Я сам знаю, что нехорошо. Может вам нехорошо, а мне хорошо. Зато я не мучился при подготовке к экзамену. А тройка – это государственная оценка. Удовлетворительно. Раз удовлетворительно, чего вы меня ругаете? Удовлетворенно, я пелс. Вы должны быть удовлетворены, что я пришел и вам сдал. И государство должно быть удовлетворено. Если государство считает, что я удовлетворительно сдал, что вы еще хотите от меня? Ну, это нормальное совершенно понимание этого дела. Вот. Таким образом, есть такие общественные нормы, которые защищаются общественным мнением и больше ничем. Вот вы хотите, и вы дискутируете в своем общественном мнении. Сколько хотите по этому поводу. А государство всегда со своей силой вмешиваться не будет. Не будет. Ему и так хватает разобраться с теми, кто нарушает правовые нормы. А мораль? А это что такое мораль? Ну, вот тут некоторая сложность есть. Некоторые считают, что мораль – это так, что нравственность – это вот… Нормы нравственности, они такие внешние, накладывающие на человека определенные обязательства, хотя эти обязательства защищаются только общественным мнением. А мораль – это вот как бы нравственность, проникшая к вам внутрь, в душу. Вы – это человек моральный, высокоморальный. Вы и сами так думаете делать. Не то, что от вас требуют. Все это нравственно, это безнравственно. Ну, а вы по своему разумению сами считаете, что нужно поступать так-то и так-то. Это мораль, можно сказать. Хотя иногда бывает наоборот. Нравственность понимает то, что я рассказывал про мораль и наоборот. Ну, во всяком случае, здесь далеко мы не уйдем и больших ошибок не сделаем. Если кто-то будет наоборот брать, мораль – это то, что вот вовне, а нравственность – это внутри. Еще есть одно понятие, которое тоже мы должны с вами. Док нравственности – сколько? И морали. Так, ну хорошо. Вы по городу ходите, вот видите, там видит Лиза, Катя, столько рублей. Это что? Это проституция. Вот разводить проституцию – это с точки зрения угнетенного класса хорошо. Вот люди занимаются проституцией – от чего? У нас безработица большая. Мы можем гарантировать всем женщинам, что они будут устроены на работу? Можем? Не можем. И что тогда мы будем морализировать? Вот мы будем морализировать и говорить – ну вот это нехорошо. А вам скажут – а что делать? Что нам предлагаете? Вы нам предлагаете поступить куда? Университет, на завод, покажите мне нарвочие места и так далее. А с другой стороны, если этими услугами пользуются, пользуются богатые или бедные? Богатые. Ну, значит, это мораль. Вот это, с точки зрения правящего класса, это нравственно. Дескать, люди свободные, что хотят, то и делают. Они свободно предлагают услуги, вы свободно их покупаете. Если у вас денег нет, идите отсюда. Проходите мимо. И нечего морализировать. Весь разговор. Поэтому Маркс и Энгельс говорили, что единственная любовь и настоящий брак сохранились в рабочих семьях, при буржуазии. Вот я присутствовал при таком очень интересном разговоре в поезде. Мы ехали вместе с товарищем французом, рабочим Сестрельского хлебозавода, ехали на заседание Российского комитета рабочих. Ну, и обсуждали вопрос о том, что сейчас вот многие, значит, выходят за богатых, не по любви. Молодые женщины. Ну, мы обсуждаем и там, ну, разговоры же в поезде там, в поезде всегда вообще приобщаются люди, там все быстро контакты налаживаются. Молодая там женщина со второй полки говорит, а я бы вот хотел выйти за богатого. А я этот французов, Николай Павлович говорит, рабочий. Говорит, да, вы бы вышли за богатого. А через пять лет он точно вас бросит, потому что есть, потому что есть моложе, чем вы. Будут уже другие. И он возьмет себе, ну, молодой вас бросит. И ту, кстати, бросит. Поэтому не думайте, что вы выйдете за богатого и будете счастливы. А надо. Что возразишь? Ничего не возразишь. Так оно и бывает. Да и продумано. И правовые нормы. Вот. Вы вступите в брак. А потом вдруг, конечно, будет разводиться. Придется делить пополам все. А я вот директор, собственник завода. И что, я ползавода вам должен отдать? И что сделать? И что, как придумал я в буржуазии, что сделать? Что? Заключить брачный договор. Все вы уже знаете. Вот это вот вы знаете. Брачный договор. Это в всех интересах. Ну, потому что если это смешно, если это крестьянин или рабочий, какой брачный, вы что будете собираетесь делить, интересно? А тут нет. Брачный договор. Вот. Абрамович как раз он заключил брачный договор. У него там все корректно. Он что-то там отделил. Какую-то часть богатства. Ну, разумеется, не половину. Не половину. Так что одни заключают брачный союз, а другие брачный договор. Так что нравственность в классовом обществе тоже не одна, их две. И то, что с точки зрения интересов, скажем, передового класса, он же гнетенный нравственно, с точки зрения нравственно, то, чтобы никто не пользовался чужим трудом. А вы мне хотите доказывать, что это нравственно, а я только этим и живу. Как вам интересно, вы мне собираетесь такое навязать. Поэтому для правящего класса, который защищает эксплуатацию, конечно, нравственно эксплуатировать. Правильно? Ну, он как делает? Он делает так, чтобы не торчала эта эксплуатация. Например, как вы думаете, как определяется заработная плата в трудовом кодексе? Не знаете? Я вам расскажу, как она у Маркса определяется в капитале. Заработная плата – это цена товара, рабочая сила. Рабочие что могут продать? У них ничего же нету. Никаких средств производства. Что они могут продать капиталистам? Свою рабочую силу. А что такое рабочая сила? Это способность к труду. Вот они продают. И вот цена, по которой они продают, и называется заработной платой. Вот продали они свою рабочую силу. Раз продали, продают ее не на совсем, а на время. Что вы можете в течение 8 часов мою рабочую силу использовать. За первые 2 или 3 часа рабочий создает столько продуктов, что это эквивалентна стоимости его заработной платы, его величине зарплаты. Это необходимый продукт. А вот дальше тот продукт, который сверх этой величины, называется прибавочным продуктом. А стоимость его называется прибавочной стоимостью. А прибавочная стоимость на поверхности капиталистического общества выступает как прибыль. И вот тут как бы все видно, где тут как устроено капиталистическое производство и в чем состоит эксплуатация. А если вы откроете, то написано, что зарплата – это вознаграждение за труд. То есть кто кого вознаграждает? На самом деле, если рабочий создает гораздо больше, чем величина его зарплаты продуктов, большую стоимость, то кто кого вознагражает – рабочий капиталист или капиталист рабочего? Ну, конечно, рабочий капиталист вознаграждает. А получается, что эта награда уже вам есть за труд, заработная плата. А если вы требуете большую зарплату, то вообще вы нахалы. Ну, потому что требовать вознаграждение большее. Ну, как можно от награды вот вам дали орден Александра Невского, а вы требуете героя России? Не стыдно вам? Просто безобразно. Такие люди вообще пошли, аморальные. Требуют наград и побольше, и побольше. Это уже соединение этой самой идеологии и нравственности. Где оно соединяется? Оно соединяется в классовой борьбе. Потому что это не изолированные понятия, а понятия взаимосвязанные. Ну вот, наверное, на этом мы сегодня закончим. Вот, мы сегодня рассмотрели довольно много таких категорий, которые можно и более глубоко рассматривать, и менее глубоко. Вот это и общественно-экономическая формация, классы, государство, политика, идеология, нравственность, мораль и право. Ну, это много. Можно сказать, обогатились. То есть на той основе, которая у нас была заложена, вот теперь мы можем уже рассматривать самые разные вопросы с тех позиций, которые, вот, называется так, что мы применили диалектический материализм к исследованию истории. Или это называется исторический материализм. А если бы мы идеализм применяли к истории, это был бы исторический идеализм. А третьего, к сожалению, нету. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...